Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев и это проект Joomla Sensei, урок номер 135. В этом уроке я хочу вам показать классную функцию компонента DropEditor. Наверное, одну из самых востребованных, я бы даже подчеркнул, функций данного компонента — это создание колонок. Очень часто бывает нам необходимо в статье разместить в один ряд колонки, но без данного инструмента будет это сделать не так-то легко. В предыдущих уроках я рассказывал о других возможностях DropEditor, так что если вы пропустили эти уроки, обязательно найдите их на канале. Сейчас визуально вы видите, как я набросал несколько картинок и как это смотрится на сайте. Вот у нас идут иконки. Давайте посмотрим, как это делается все сначала. Сейчас я все удалю. Иконка у нас находится вот здесь. Это и есть наши колонки. Если мы кликаем на эту иконку, у нас здесь есть другие иконки, показывающие, что делится на две части статья, на три, на четыре и так далее. И есть кнопка Custom, с помощью которой мы сможем задать свои размеры, соотношение колонок. Давайте пока рассмотрим самые первые, например, вот эти три. Нам достаточно просто кликнуть на эту иконку и визуально в редакторе мы видим демо текст и обрисовка этих колонок. Причем эта серая рамка, она будет видна только здесь в редакторе, на статье, на сайте ваши пользователи и вы не увидите этих рамок. Давайте посмотрим. Нажму сохранить. Пойдем на сайт, обновим страницу. Вот вы видите, демо текст есть. Я сейчас выделяю его, а рамок нет. Это просто чтобы вы это понимали. Теперь давайте попробуем разместить картинку в колонку. Выделяем текст. Дальше я выбираю изображение и можно выбрать какое-то любое изображение. Я выберу картинку Joomla. Вставить. Дальше. Выделяем во второй колонке текст. Изображение. Выделяем. Вставить. И так далее проделываем с третьей колонкой. Сохраняем. Идем на сайт. Обновляемся. И у нас картинки размещаются. Учтите, если картинки не будут умещаться на вашем сайте, они будут уменьшаться. То есть здесь нужно уже заранее как-то подготовить размеры к картинкам. Вот. То есть достаточно все несложно. Например, мы захотели одну картинку удалить. Выделяем ее и что-то написать. Просто я набрал текст. Сохраняем. Обновляем. И у нас текст будет в середине находиться. Теперь я все удаляю. Здесь в принципе все понятно. Выбирайте соотношение колонок. Причем обратите внимание дальше. Иконка не просто так выглядит. Видите, написано 1 к 3. То есть получается одна иконка. Так, сейчас я это удалю. Одна иконка будет короче, чем вот эта. Такой тоже может понадобиться в каких-то случаях. Теперь давайте посмотрим интересный вариант. Custom. Кликаем на эту кнопку. У нас всплывает окно. Здесь у нас по-русски написано, как пользоваться данным кастомным режимом. Вот есть кнопка зеленый пусто. Если мы кликнем по разворачиваемся списку, мы можем выбрать либо сразу из списка два столбца. Причем дальше мы можем вот за эти маркирочки уменьшать или увеличивать нашу колонку. Если мы кликнем вот по этому дому тексту, у нас появляется сверху возможность выбрать какие-то параметры. Ну, выравнивание, там цвет, повесить ссылку или вставить изображение. Вот, если мы хотим это удалить, здесь мы не кликаем на кнопку удалить, мы просто перетаскиваем на крайний маркирочек эту кнопку, чтобы удалить. Ну, нужно здесь немножко прилазиться. Если не получается, можно попробовать. А, вот по центру я навел и удалился. Понятно, здесь то же самое наши колонки, но мы можем добавить здесь свои. То есть, также берем кнопку мышкой, просто я левый, зажимаю мышь. И кнопку тяну вот в эту область пунктирную, отмеченную, да, отпускаю, колонка у нас происходит. Также за маркирочки мы можем регулировать ширину колонки. И таким же образом делаем столько колонок и между ними расстояние, как нам это требуется. Дальше, если нам у нас все устраивает, мы можем либо здесь что-то отредактировать, либо нажать на кнопку вставить столбцы. Вот они у нас вставились, и мы дальше можем с ними работать. Или же картинку, смотрите, как это делается здесь. Если мы кликаем вот, иконка изображения, здесь нам нужно прописать путь до картинки. Если вы на память не помните вашу картинку, загруженную в Joomla, то вы можете нажать изображение, кликнуть на соответствующее изображение. Внизу вот здесь показан адрес. Целиком копируем адрес, закрываем. Если, конечно, это будет удобным способом, опять идем в наши кастомные колонки. Кликаем на демо поле, изображение, вставить. Можно описать еще описание, размер, окей. Наша иконочка должна разместиться. Вставить. Наша иконка вот здесь вот встала. Вот мы видим ее здесь. Да, здесь нам текст этот был не нужен. Текст мы убираем. Ну, из того, что у нас колонка была одна, поэтому у нас получилась просто одна колонка. В общем, думаю, здесь не составит сложности вот так вот это все делать. Мышкой просто зацепляем. Если нужно как-то очень тонко настроить вам эти колонки, или просто можем их удалить. Хотя это немножко неудобно, я считаю, работает. Надо было как-то сделать, чтобы мы могли выделить колонку и нажать удалить. Но у нас это работает только вот так. Мы выбираем из выпадающего списка вариант. И тут как-то можем двигать. Ну, в принципе, все достаточно несложно. Нужно немножко просто набить руку. Согласитесь, это очень полезный инструмент, особенно для новичков, если мы хотим в один ряд разместить какой-то свой контент. За счет таких вот колонок это делается очень-очень быстро. На этом я урок заканчиваю. Надеюсь, для вас он был полезным. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал, чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски. На этом здесь все. И до нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomlai, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hosting. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – Тестовый период – 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok